15 мая, нам сегодня 2 месяца Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала Дачные записки. Сегодня мы находимся намного южнее, чем обычно. Мы сегодня на Ставрополье. На улице с утра тени уже 42 градуса. И у нас небольшая экскурсия, можно сказать, путешествие на машине времени для веки 95 год. В тот момент я занимался тем, что делал инкубаторы для своей родни. Вот это второй из инкубаторов, который я делал. Ему уже на сегодняшний момент 25 лет. Инкубатор рассчитан на 100 куриных яиц, либо, соответственно, на 60 яиц гусиных. В качестве греющих элементов здесь использованы обыкновенные лампочки. Как видите, здесь 6 патронов. Причина такова. Для того, чтобы обогреть и создать необходимую комфортную температуру для инкубации в ящике такого размера, необходима лампочка мощностью 60 Вт. В связи с тем, что эти обогревательные элементы часто перегорают, тем более в то время, в далекие 90-е, качество было очень, скажем так, ниже плинтуса. Поэтому использовано здесь были 6 таких элементов. Мощностью по 10 Вт. Тогда такие лампочки еще встречались. Соответственно, более равномерный разогрев был. И если одна перегорала, то это было не критично. Достаточно было и пяти. Периодически посматривали, вкручивали новые лампочки. Для того, чтобы регулировать температуру в данном инкубаторе, использовался вот такой терморегулятор RT41. Произведенный в лаборатории схемотехники государственным предприятием. Очень надежный. Я сделал несколько таких инкубаторов за все время. Если память не изменяет, сгорел всего лишь один терморегулятор. Хотя, вот, есть канал, на сегодняшний момент, который посвящен созданию инкубатора в домашних условиях. Сношечку я после видео размещу. И там категорически не советую делать в качестве, скажем так, термоэлемента лампочки. Хотя, на самом деле, считаю, что наиболее оптимальным в домашних условиях как раз-таки лампы и пригодятся. Потому что очень равномерно разогревает. Одновременно все время освещено. Видно, что происходит с яйцом. Так или иначе, вот этот терморегулятор позволял очень четко регулировать с помощью лампочек температуру в инкубаторе. Единственный минус, наверное, может быть. То, он относительно то, что достаточно большой по объему данный инкубатор. Тем не менее, все получалось. Так вот, сама техника делала со собственными руками. Без привлечения каких-то технологических нюансов со стороны. Обыкновенная доска, обтесанная на рубаночке. Единственное, сверху и снизу, как видно, пенопласт. Для того, чтобы было более-менее потери тепла. Вот. Градусничек, который показывал температуру. В более поздний период я использовал уже и более сложный прибор, чтобы замерять влагу. Но на данный момент, как было сделано, так оно и визуально показано. Для увлажнения использовались ванночки различной площади. То есть, первоначально это вообще была подставка из холодильника. Потом вот такая вот ванночка из фотодела. В дальнейшем, когда более, скажем так, углубленно все это дело изучалось, ванночки становились меньше, потом больше. В зависимости от того, на каком этапе происходила инкубация, площадь ванночки, соответственно, менялась. За счет площади испарения, влажность изменялась, соответственно. Чем меньше площадь, тем меньше влажность. Опять-таки, в зависимости от того, какое лицо инкубировалось, водоплавающие птицы, утки или, допустим, колесы, индюшки, то же самое влажность регулируя за счет площади испаряемого, площади ванночки, из которой происходило испарение. Единственный большой минус во всем инкубаторе, это то, что переворот осуществлялся вручную. На тот момент, скажем так, не было продажи механизмов, которые бы позволили облегчить в сей момент. Сейчас, пожалуйста, по чечанию можно выписать на Алиэкспресс, автоматическую систему переворота, либо у нас, нашего российского производства, и все это дело намного упростится. Вот. Мы же делали как? Вот такая вот рамочка. Она, значит, рамка между ними натянута леской. В самом простом варианте на ней располагались яйца и вручную, раз в 8 часов переворачивались. То есть, каждое яичко отдельно. Более усложненная схема представляла из себя две таких рамочки, которые скреплены между собой, яйца зафиксированы за счет того, что есть определенная упругость у этой лески, доставалась, переворачивалась и вставлялась точно так же. Соответственно, процесс переворота значительно облегчался и не занимал много времени и усилий. Скажем, по этому поводу, что не такая-то и большая проблема. Да, в сегодняшних атмосферных инкубаторах, где поворот там раз в два часа, раз в четыре, это вообще облегчает момент. Но, по тем временам было шикарно. Вентиляторов здесь нет, вот в этом инкубаторе. Хотя, в принципе, вот сегодня уже с высоты, скажем так, до опыта жизненного, который я бы получил за прошедшие 25 лет, с момента создания данного инкубатора, я бы, наверное, как-то его совершенствовал в каком плане. Он рабочий полностью, кстати. Все здесь работает, до сих пор работает термоэргулятор. Единственное, что я бы поставил автоматический поворот и разместивающий вентилятор. Тогда бы вообще, я думаю, что в данном исполнении практически идеальная машинка с минимальными отходами будет. Поставить вентилятор небольшой, установить систему поворота, и работать он будет и дальше великолепно. Выход птицы в данном инкубаторе, после того, как начали использоваться ванночки различного размера, доходил до 80%. Особенно очень хорошо водоплавающая птица выходила. В общем-то, какие еще нюансы? Вот самодельный овоскоп с тех же времен с лампочкой. Вот. То есть яичко можно было смотреть, да и сейчас им можно пользоваться, определять оплод, неоплод, а также качество развития эмбриона на различных этапах его развития. Так, Ирина Ильич, есть определенные приспособления, которые облегчали жизнь в тот момент пессовода, скажем так. То есть вот удлинитель сбоку, сюда включался, соответственно, сам блок питания для терморегулятора. В момент можно было подключить овоскоп. Вот таким вот образом располагался, соответственно, лоточек. В данном инкубаторе окладывались яйца. Здесь снизу, соответственно, располагалась ванночка с водой. Все это дело аккуратно закрывалось. Включался свет. То есть 6 лампочек. Температура поднималась. Постоянно имелась возможность посмотреть по градуснику, сколько же там градусов внутри. Кстати, вот сейчас четко видно, что у нас здесь температура аж за 40 градусов зашкаливает на Ставропольнике. Вот. И еще раз хочу, возвращаясь к когда-то поднятой мною теме, сказать, что вот сейчас на юге при вот таких температурах очень сложно выводить цыплят по той простой причине, что температура намного больше той, которая необходима для инкубации яиц. А также очень сложно сохранить инкубационное яйцо. Для этого необходимо, чтобы у вас был какой-то кондиционер в комнате, поддерживающей температуру хотя бы градусов 25, с тем, чтобы нормально в этой комнате работал инкубатор и хранились яйца. В противном случае это очень проблематично. Ну вот, наша экскурсия в прошлое закончилась. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!